В Саратовской области чиновники начали мониторинг цен на продукты. К такой мере их подтолкнули принятые России санкции против ряда стран, ввоз продукции которых на год запрещен. Чтобы спекулянты не пытались нажиться на этом, цены на продукты и их наличие на прилавках теперь будут контролировать по всему региону. Как отразиться на жителях Саратовской области запрет импорта, выясняла Елена Губенкова. Голод не грозит, спешат успокоить жителей Саратовской области. Регион в состоянии обеспечить себя всем необходимым. К тому же сегодня на прилавках магазинов почти нет продукции, которая ввозилась из стран подвергнутым санкциям. Наибольший удельный вес составляют сыры и яблоки. Сыры я имею в виду из тех стран, которые ограничили. Яблоки из Польши. Все остальные товары занимают от 0,01% до считанных, до десятых процентов, может быть, 1-2%. При этом белорусские сыры не уступают литовским, которых теперь на прилавках не будет. Так что без сыра область не останется. Как и без остальных продуктов, обещают специалисты, уже прорабатывают список стран с возможными поставками. Сейчас идет уже предложение от целого ряда стран из Латинской Америки и Ближнего Востока. Вот 14-15-го к нам сюда приезжает группа из Ирана большая. И они, кроме обсуждения, в том числе в вопросах обсуждения, поставки именно их фруктового предложения по фруктам и по переработке фруктов. Это шансы для местных производителей, пророчат чиновники. Теперь они смогут сбывать свой товар в сетевых магазинах, которые раньше предпочитали закупаться за границей. Но прибавится и хлопот. Уже сегодня следят за тем, чтобы спекулянты не попытались нажиться на ситуации. Скачкообразного роста цен нет. Идет обычный, в общем-то, свойственный для большинства наблюдаемых за несколько лет процессов. То есть овощи и фрукты сейчас идут вниз, мясо сейчас идет чуть-чуть вверх, яйцо пошло вниз. Мониторинг цены, наличие продуктов в магазинах будет проводиться во всех населенных пунктах области. Даже в отдаленных селах, пообещали чиновники. Но уже сейчас уверены, регион на грани голода не окажется. Большинство саратовцев даже не заметят влияния санкций.